Самый главный секрет, как мне удается уговаривать Джигана на это безумие. Я к этому не готова, у меня психологическая травма из детства. Время 12 ночи. Пойду пранкану Ариэлу. Я хочу, чтобы подписчики нашего блога самые первые узнали о важной для нас новости. Всем привет, это Сэм Кит и мама, которая забрала у детей канал. Со мной сегодня мая, мы едем на съемку для обложки одного журнала. Мам, а как ты забрала у нас? Вот так, все, теперь это мой канал. Теперь это Сэм, мама. И все. А все, что все? Все, все. На самом деле, реально у нас столько событий в жизни происходит, что влог можно снимать бесконечно. И немножко мамских размышлений. На выходных мы были же с Леей и с Давидиком. И знаете, что я поняла? Я поняла, что двое детей это так легко, это так комфортно. И на самом деле, реально есть огромная разница, два или четыре. Двое это как будто попивать мохито на пляже. Никто не скандалит, все такие миленькие, все такие добрые, все такие послушные. Троем, втроем и вчетвером они уже устраивают файт. Собственно говоря, почему Майя сегодня со мной? Потому что, естественно, у нее была величайшая печаль, что она была дома. Она очень грустила, очень страдала, плакала, мучилась, что она была дома на выходных, а мы отдыхали в отеле. И сегодня я даже разрешила ей не идти в школу. И взяла ее с собой. Так что, Майя, сегодня наш день с тобой вдвоем. Правда, рабочий, но это не имеет значения. Главное, вдвоем. Если ты ходишь восьмой, седьмой, девятый, как я хочу в спортзал, как я хочу в спортзал, надо скорее родить. Надо скорее родить. Майя сегодня день десертов, как она это назвала. Майя заказала все десерты из меню и сейчас думает, как она будет с ними справляться. Майя, какие планы? Ну, вначале я их всех домой заберу. Да? Ну, неплохой план. Ну, ты попробуй хотя бы, чтобы знать, какие вкусные, раз уж столько заказала. Я их всех заберу домой. Ну, не лопни, смотри только, ладно? Я их никому не... Проверь, проверь. Нет. Все в порядке? Да. Уши не отваливаются? Нет. Хорошо. Держи на контроле эту ситуацию, Майечка. Уши должны шуршаться. Даже не шуршаться? Да. Ну, слава богу. Что это за день, прекрасный? Тебе подарили цветы. Я объелась цветов. Цветов. Вот такой день, Майечка. Потому что мы с тобой вдвоем. Вот то, что я тебя люблю. Я тоже. У-у-у-у. Такой счастливый ребенок. С мамой вдвоем, да? Это камаз с пряниками на твоей улице. Минутка бытовушки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас грохнешься. Ты что, так соскучился по мне? Мы не виделись целых несколько часов. Ты весь искучался. Плакал, страдал. Говорил, мама, мамочка, где же ты? Давид, я тебя не вижу. Прилипушка моя. Какие планы у тебя? Порисовать. Порисовать? А еще? Спать с мамой, нибудь, план? Да? Я тебя люблю, жки. Я тоже скучала. Сегодня у вас будет уникальная возможность. Подписчики моего ютуба увидят меня без нарощенных волос. У меня есть большая дилемма. Я уже полгода. Нет, ну с лета не знаю, сколько прошло. Да, полгода. Я хочу снять волос и вообще ходить без нарощенных. Вот сейчас я сниму, опять стрессану. Покажу вам. Вы ужаснетесь. Я снова нарощу, скорее всего. Ну, может быть. Ну, может быть, вы не ужаснетесь. И, может, я не ужаснусь. Ну, в общем, снимаем. Давайте вот так. Сделаем переход. Ну, вот я без нарощенных волос. Дети говорят, не так уж и плохо, но как будто бы реально... Ну, нет, ну, мрак, конечно, но... Как будто бы жить можно. Что вы понимали, я лет, наверное, с 20 не прекращая наращивала волосы. Для меня это ужасный стресс. Ужасающий стресс. Типа ходить без волос. Я чувствую себя, как будто бы я без одежды. Знаете, когда наращиваешь ресницы и потом снимаешь, и тебе кажется, что у тебя вообще нет ресниц. И вот у меня сейчас вообще нет волос. Ой, короче, сейчас все. Мне нужно подумать, наращивать прямо сейчас дальше или нет. Когда вы спрашиваете, чем мы занимаемся в обычной жизни, если не брать съемки, поездки и все остальное, вот Ари, она сейчас приболела. Мы с Майей собираемся делать коктейли, как настоящие бармены. Мы купили все необходимые ингредиенты. Смотрите, какая милая стоечка с коктейльчиками. Это вообще сомневая кормила. А вот это Барби какой-то коктейль. Смотри, Бинт Барби. В общем, сейчас мы будем делать коктейли. Мы на выходные сходили на мастер-класс по коктейлям. И сейчас мы сделаем что-то похожее на нормальный настоящий коктейль. Интересно, а что будет, если попробовать просто сироп? Маша, мне. А мне, мам, дай немножко. Как будто ты какую-то супер вкусную жвачку съел. Очень вкусно. Мы добавляем газированную воду. А зачем? По-другому сода. Можно, ну и нужно по-правильному, конечно же, в коктейль добавлять лед. Но мы болеем, поэтому мы будем пить коктейль безо льда. Лаванда пахнет прям... Честно говоря. Передумали? Давайте кокосовый. Я сам. Давай кокосовый. Она пахнет прям лавандой реальной. Как будто ты выпил какое-то, я не знаю, молочко для ванной. Так. Мы готовы к тестированию коктейля. Мам, пробуй мой, я твой. Мой очень вкусный. Просто сплошной сироп, но вкусно. Пробуем Давидкин. Ну, у Давида подозрительно немного, честно говоря. Сомнительно, но окей. Что мы делаем дома вечерами? Вот едим Ария, диетичка. Ест просто мяско. Майя, у тебя что там? Что мяско? Я даже боюсь показывать свою тарелку, потому что это шок. Просто доверху наполнено макарошками. Ничего не могу поделать, очень люблю макароны. Можешь порезать? Нет, Майя, сама справляйся. Вчерами по программе у нас Натьё. Все хотят спать с мамой. И рыдают наперебой. Майя скандалит, Давид делает. Горемыку включает. И вот так каждый вечер. Ой, мама, ты с ним уже спала. Так вот, поэтому я буду спать одна. Найя, давай. Мам, я видела, что ты ему моргнула. Это он мне моргнул. За тот же день, время 12 ночи, пойду пранкану Арию. Что ты слышишь? Что ты пранканул? Что это? Я хотел к тебе подкрасть и сзади пранкануть тебя. В этой маске нечем дышать. Пойду пранкану Арию. Да, я хочу Арию напугать. Нечем дышать. Другая-то нас будет. Я сейчас. Я буду. Дорогие подписчики, возможно, вы не знаете, что в нашей семье есть традиция. На все праздники, типа 14 февраля, годовщина свадьбы и так далее, мы играем на камень, ножницы, бумага. Кто эти праздники устраивает? Поэтому, корочка, погнали. 14 февраля не за горами. Прошлые два я выиграл. Один. Один, да. Раз. Подожди, Глуб, дай там. Раз, два, три. А-а-а! Все. Блин. У меня не решен. У меня остался один решен. Раз, два, три. Раз, два, три. А-а-а! Нет, я не хотела. Сухую, сухую, карочка. Сухую. Да нет. Лукан, все честно. У меня черная полоса. Все честно, карочка. Все честно. У меня черная полоса. Все честно. Да блин, это семь дней осталось. Ну, извините. Семь дней. Таковы условия, таковы договоры. Все, мне тоже не нравятся эти праздники теперь. Все, я увольняюсь. Доброе утро, влог. Еще один день с нашей семьей. А вы даже не догадаетесь, что у нас сегодня по плану. Что мы сняли? Снова съемки. Мама, но это было день очевидно. Да, у нас очень сильно съемочная неделя. Сегодня к нам приезжают, слава богу, что сегодня мы снимаемся дома. Сегодня к нам приезжают Муз ТВ. Сейчас съемочная группа, и мы снимаем один прикольный, интересный выпуск. Причем я не снимаю, снимаются только дети. Ты специально так сделаешь? Да, я устала. А вам это заплатят? Нет. Да, это вам не заплатят. А тебе? Нет, у меня тоже нет. У нас с Леей бьюти рутин утренняя. Она чистит зубы, я делаю масочку. Мы только что помылись. Короче, готовимся. Лея, помнишь, как ты хотела сделать себе корешку? Угу. А если сделать корешку, то потом волосы будут хорошо расти. Волосы. А если я сделаю корешку, ты сделаешь корешку? Да? Типа вдвоем? Одинаковки? Одинаковки на корехах? Ну, учитывая мою ситуацию с волосами, то как будто бы мне реально нужно сделать. Ну, то есть, чтобы все как-то выровнять, мне реально нужно сделать корешку. Ну, я к этому не готова. У меня психологическая травма из детства по поводу корехи. А что вы делаете? Мама, бабушка. Я ужасно не хотела, в общем, стричь волосы, а ей было лень меня расчесывать. Я хотела это. Я мечтала всю жизнь о длинных волосах. Я ходила с этими длинными волосами. И в один день мама просто отвела меня насильно и подстригла мне вот такую, типа, коре на ножки. Знаете, помните, раньше было вот здесь совсем коротко и сзади такое, типа, ну, выбритое что-то. И я прям помню, представляете, в 5 или в 6 лет я подхожу вот так вот к зеркалу, смотрю на себя, и у меня начинается настоящая истерика. Я не могла успокоиться, мне кажется, неделю. И с того времени я не хочу никаких корешек. А я себя сама так подстригла. Да, ты сама себя так подстригла. Без колокола-то. Носили. Вот, ну, в общем, а сейчас... Носили у меня не отвадили, я сама это сделала. А сейчас, как будто бы, ну, у меня нет другого выхода, кроме как подстрижка рэп, потому что, ну, все концы моих волос просто... Просто... Сказали вам пока. Сказали нам пока. Да. Вот такие истории, ребятушки. Бинси рутин. А еще мне мама рассказывала, когда в детстве, когда она что-то маму не слушалась, и бабушка кинула ее косметики в окно всю. Да, когда я проказничала, шалила в детстве. Мама меня наказывала тем, что она выкидывала всю мою косметику в окно. Ну, а я потом ходила, ее собирала. Она летела с пятого этажа. А разбилась? Ну, ты что-то разбивала, а что-то нет. Ну, и тени, например. Да, бабушка была суровой. Но я, кстати, вообще на это не обижаюсь, потому что она всегда наказывала меня по суперсправедливости. То есть я даже в детском возрасте, представляете, это осознавала. То есть я как бы так, типа, накосячила, нужно принимать последствия. А ты меня так не делаешь. Я тебя вообще не наказываю, Лея. Наказываешь? Что, я тебя несправедливо наказываю? Ну вот. Я только, я очень справедливая, очень. Да. И добрая еще. Я еще наказываю вас не столько, сколько надо, Леюшка. А как вам нас вообще не наказывать, ему лень нас наказывать? Да. А ты лень наказывать нас? Ай-яй-яй, Лея, так нельзя. Все. Вот и папа до наказания, да? Да, все. А иначе я обижусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима. Пока. Как он, где ты будешь на учёбу, кривити, и тебе пора идти. Мой будильник сходит с ума, её пойму. Ведь сегодня опоздать просто не могу. Чтоб не проспать, завожу её снова и снова. Пускай весь мир подождёт, но останется дома. Открывай глаза, спящая красавица. Поцелуй меня, ведь нам это нравится. Победи моей, эту ночь останется. Хочешь, что это вкусно? Дать деньги. Майя дала. Майя не могла тебе дать по-доброй воле. Ты опять её облапошила. В смысле, как облапошила? Давай, представь, как я её облапошила. Ты чё-то наплела, типа, я возьму тебя в кино. Я там тебя возьму на рынок, купим вместе конфеты. Или продала ей какую-нибудь ненужную фигню. Для кроликов? Да. Которую ты украла у меня, да. Нет, я не украла. Да, Лея. Мама, там стоял пакет. Это мой пакет, Лея. Алё. Ты у меня украла пакет и продала его Майя. Лея, это ужасная схема. Мам, он в кладовке лежал. Это новый уровень развода и облапошивания Майи. Там в кладовке он стоял. Майя, тебя облапошили, иди сюда. Мама, она облапошивает вообще здесь. Очень жёстко. Жёстко. Крисоныш. Мама. А я говорю, слушай, а этот пакет стоял не у тебя. А у меня в кладовке. Ой. Ой, а ты и ой. А вот тебе и ой. Вот ты и ой. Облапошивалка. Ну, мама, ну просто. Отдай ей деньги, Лея. Я не буду надевать и деньги, ой. В смысле не будешь? Лея, ты её облапошила. Мы это запалили, ты должна отдать. Я не буду отдавать, потому что, мам, она мне сама ей дала вещи. Я их забираю тогда. Она у меня украла вещи и продала их в мае. Я же сказал, что они воруются. Она воровала ещё баниной еды. Да, вот она её и продала. Не воровала я её. Я в кладовке. Да это моё всё в кладовке. Это баниной запасы. Это баниной запасы. Нельзя их доставать из кладовки. Доставай из кладовки, будут воровать. Потому что это нам заказали. Кто вам заказал? Это я заказал для бани. Команда на месте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас дети будут сниматься. Я поехала по делам. Идеальная жизнь. В этой семье теперь работают дети. Время обычной детской жизни наступило. Я купила новую прикольную игру. Так вот нажимаешь, там летят. Поймал? Серьёзно? Вау, вы с ней есть настоящая команда. Офигенная игрушка. Тогда заделываешь вертуханы. И потом они вот так вот. Где он? Взлетает. Их нужно ловить с очком. Клёвая, да, игра? Да. Можно займись. Что можно? Занять себе. Занять? Опять хочешь денег? Да, мам, я тебе вну, смотри, ты будешь... Ой, ты будешь меня забирать, вот сколько надо, там, с учёбы, с уборки, всё будешь забирать, как только у меня появляется, типа... Лея, ты и так в долгах, как в шелках. Да, мам. У тебя ничего не появляется уже. Ты понимаешь, что долги высасывают энергию, Лея? Да не высасываю. Нельзя брать в долг. Это, наоборот, мотивация. Лея, это никакая не мотивация. Это высасывание энергии. Мам, ну хотя бы, вот смотри, ну хотя бы это... Вот сейчас. Я себе тебя дала, давай, долг? Всё, давай. Тогда я убралась, где обралась. Нет, Лея, лавочка должника прикрыта. Мама, пожалуйста. Мама, пожалуйста. Нет, Лея, лавочка прикрылась. Ну, пожалуйста. Никаких долгов и шелков. Продолжение темы о деньгах и Леи. Я говорю, Лея, ты абсолютно не умеешь вообще обращаться к деньгам. Лея, тебе нужно научиться откладывать 10%. Я не умею откладывать. Мне надо, чтобы всегда сразу всё потратить. Почему? Да я не знаю. Ты транжира? Да, я транжира. А что ты покупаешь? Вот все интересуются. Почему ты постоянно просишь в долг? Конфетки. На что ты тратишь? У меня подруга приезжает, мы ходим в ресторан, покупаем конфеты. Вот тут роскошную жизнь ты живёшь. А потом в долгах, да? Да, мамочка. Да, Леечка. Давай договоримся. 10% ты откладываешь с каждой... С каждых полученных денег. Хорошо. А если 100 тысяч? Это ты отложишь 10 тысяч. Новый день, новый влог, и мы снова на съёмках. Это первый пункт нашего сегодняшнего назначения. Снимаются не Давидик, снимается мама Оксана, снимается папа Джиган. В общем, сегодня мы снимаем видео в 14 февраля. Это будет очень-очень ржачный видос с уровнем самоиронии просто тысячи. Я не знаю, как мне удалось опять говорить Дениса на этот беспредел. А, кстати, сейчас мы у него и спросим, как мне удается его уговаривать. А вот и он. Как мне удается тебя уговаривать? Нет, ну я не знаю, я не хочу учить. Ну, как же, это что, пожалуйста. Надо, надо, Карочка, надо, надо, надо. Смотрите на бедняжку мою. Учиться. Ну, я тебе буду сверхподдерживать всё. Да, можно. Так же будет смешнее даже. Да. Роскошь. Это что? Это борода твоя. Что мне такой за неинстаграмный муж достался объяснить, а? Ну, почему? Самый главный секрет, как мне удается уговаривать Джигана на это безумие. Просто нужно всё делать очень быстро, да, Карочка? Мы сейчас снимаем этот рилс, ну, примерно минут 15. Нам понадобится на всё про всё. Вот она жизнь. Я жду, пока приедет Денис. Пару минут у меня есть. Я сегодня не ела реально весь день. И у меня тут крошка картошки, которую я сейчас слопаю. Короче, вот так выдвигаемся. Сейчас будем выходить на премьеру. Майя и Давид, которые исполнили роль детей Сергея и Ирины. Ха-ха. Малыш, ты будешь актёром теперь. Точно? Точно. Ну, всё, мы главных актёром теперь. Есть. Уху! 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 наконец-то этот день подходит концу вы везде поснимались сходили на премьеру сейчас дети сидят в машине выясняют кто больше опозорился позорились они оба вели себя вообще не сладко давид пытался забрать у всех журналистов микрофон моя постояла дергала меня пока я отвечала на вопросы ну все позади еще один день из нашей жизни давидка сидит что он не хочет на джиу-джитсу давидка надо совсем недавно примерно полгода назад он вообще беспрекословно ходил на все занимашки а сейчас поломался малыш поломался малыш надо надо давидка уже стильный спортивный хочешь быть как папа ребята в логе это такая моя любовь что я готова их снимать даже когда я болею короче мы все заболели я болею денис заболел давидка болеет ари болеет лес мая уже переболели уже выздоровели короче нас если кто-то заболевать все начинается просто по кругу вся семья слава богу болею мы редко вот вообще сегодня представьте мне первый свободный день за неделю 1 а завтра уже опять не свободный день завтра ари снимается на стс в передаче у меня завтра съемка на обложку потом съемка контента дню рождения давидик у давида днюха представьте уже на следующей неделе четыре года больше как быстро идет время вот а потом воскресенье мы снимаем youtube и все и новая неделя все тоже самое на следующей неделе еще будет мега новость две мега новости одна ту которую ждали все мои подписчики в инсте долгие годы а вторая просто неожиданная но как будто бы она прикольная но но сложная но я кстати думаю что подписчики youtube канал узнают об этом первыми потому что этот процесс который нужно начинать уже сейчас соответственно он пойдет в облог точнее его уже начала но еще пока во влог не запустила вот такие новости я кстати вообще не особо понимаю как работает youtube я не понимаю почему у нас много просмотров мало подписчиков ребят почему не подписывайтесь подпишитесь пожалуйста потому что для меня алгоритмы youtube вообще неизведанно я просто пилю влоги и все от души и больше ничего не делаю так что если вам нравится пожалуйста подпишитесь потому что я не знаю как это работает а я хочу чтобы подписчики нашего влога самые первые узнали о важные для нас новости нежданно негаданно в общем мы я говорю об этом впервые вам во влоге потому что я снимаю весь процесс переезда он уже начался как мы там собираемся покоимся разбираемся и так далее так что скоро ждите новые руб туры и много много контента про переезд рада ли я сложно сказать потому что это было неожиданно принятое решение поэтому я больше наверное перепугана чем рада но как будто бы не так уж и плохо то есть но не расстраиваюсь я во всяком случае точно так что ребята ждите влог с переезда а я думаю это будет очень интересно и ну и конечно же ждите новые руб туры потому что дом в который мы переезжаем в этом делаем еще и частичный ремонт ну так чтобы он хотя бы подходил нам более-менее вот так что так что так волнительно вечерела я приехала за моей школу благо что от дома до школы ехать у нас реально одна минута это конечно очень сильно упрощает жизнь потому что например ариэль если ехать до школы час минимум хотя по километрам там очень и очень мало но из-за постоянных пробок они едут час-полтора в одну сторону сейчас покажу вам как выглядит забирание мая со школы вот я иду открываю дверь здрасте мая вызывают по рации я тут стою в беседке и жду когда выйдет моя 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 а кто тебя забрал бы по что тебя с шапкой как день школе прошел хорошо ты любишь школу мая мая тебя спалили учителя все любишь школу мая ну как бы как есть моя не любит школу хотя все так хорошо начиналось в начале учебного года такая о боже я буду ходить в школу это будет так прекрасно наконец-то я буду такая же взрослая как риэлла сли просто прошло полгода можно не пойду в школу я готова на все лишь бы не ходить в школу ну вот собственно говоря забирание школы случилось садись еще знаете что классно что буквально месяц назад я мою забирала было уже темно а сейчас еще светло то есть дело близится к весне и так и все бы домой тогда у меня выходной день я знаете чем занимаюсь кружком очумелые ручки вот я сейчас строю капошилку для своего кролика у меня будет тройная ума и будет война я начинается перестановка это моя предыдущая капошилка я ее тоже сделала сама вот так она выглядит уродская капошилка уродская но очень любимая у баня была потому что тут у него просто столько всего сейчас будем перекладывать лак шарика капошилка готова вы поняли да у меня я обожаю своего кролика я не знаю как такое могло произойти что я просто влюбилась в него капошилка тут сенная комната дальше бумажная комната и третья комната там всякие вкусняшки листья палочки ягодки орешки шишечки и так далее так ждем поселенца как тебе новый домик ой скажи шикарно ай лайкет ай лайкет чё скажешь спасибо до свидания пошел в туннель приветики короче все баню залайкал ты залайкал иди сюда иди погладимся иди мая объявляя кулинарный припадок да участвуешь что делать вот кстати кто спрашивает почему у меня такие растрепанные дети но у нее просто вот такие волосы я ничего не могу с этим поделать это либо гелем укладывать либо либо вот так ходить я выбираю чтобы вот она просто вот так ходила так у нас иногда случается у нас иногда случается кулинарные припадки кулинарный припадок это когда мы резко начинаем что-то готовить модели подвала у нас все обожают кулинарные припадки думаю хочет это закрылись кулинарные припадки готовим вдвоем так что мы готовим за гуглим рецепт ладно мы сейчас будем готовить что-то простое но вкусненькое все погнали готовить очень хочет готовить игре у нас когда кулинарный припадок у нас все просто бойня ладно сейчас это распределим давай быстрее там они уже шепуршатся не надо плакать будет и на твоей улице кулинарный припадок машка ну что там у нас выглядит восхитительно так ну такой ужин мы все состряпали за 15 минут что примерно вот так проходит наши будни как сегодняшний день когда у нас нет съемок когда никто не занят на работе вот скажите плюс ребят оставляем такой формат или мы будем во влогах показывать только какие-то ну короче меньше бытовухи больше каких-то событий либо бытовушечку тоже оставляем напишите пожалуйста в комментах вот а сейчас все день заканчивается дети купаются есть такая классная подставка для того чтобы в бане смотреть мультики ты будешь после давидки купаться ничего не долго